У каждой компании есть своя строительная история, и она должна быть известна потенциальным покупателям. Трехмесячный срок определил Вениамин Кондратьев для решения этой задачи. В Анапе, начиная с 2013 года, ведется работа по обнародованию списков добросовестных застройщиков. Списки самостроев отдельной строкой на официальном сайте администрации города. Глава курорта Сергей Сергеев докладывает губернатору, ситуация на строительном рынке на контроле городских властей. У меня 8 проблемных объектов, 5 из них строились с разрешением на строительство. И 5 потенциально проблемных, которые могут стать таковыми в ближайшее будущее. Значит, все они появились, начиная с 2008 по 2011 годы. Возведение объектов застройщиками, нарушающих права граждан, было прекращено по всем. Либо с процедурой банкротства, либо возбуждением уголовного дела. Правовое управление администрации с дольщиками на ежедневной связи. Помощь подготовке судебных исков, участие в судебных заседаниях. Иногда приходится проходить до 15 инстанций, чтобы хоть на шаг приблизиться к главной цели – отстоять права людей на жилье. Но губернатор и глава Анапы едины во мнении. Потворствовать самовольному строительству нельзя. Люди не должны соглашаться на серые схемы покупки квартир. Тот, кто зарегистрировал в регистрационной службе свой договор долевого участия – это обманутые дольщики. Там, где есть разрешение, есть земля с видом разрешения. А тот, кто покупал за 25 тысяч, зная, что здесь рыночная цена 50, сегодня идти у них на поводу тоже. Тут надо индивидуально подходить. На самом деле здесь ситуация, вот заносим прецедент, мы не должны порождать и одобрять то, что вот таким. У нас получается ничтожное, порождает ничтожное, а в конечном счете мы его еще и поддерживаем. По итогам совещания Сергей Сергеев по обыкновению поставил конкретные задачи перед службами. По вот этому перечню запрашиваете у ресурсоснабжающих организаций, а это те, кто строится у нас сегодня с разрешением Анжелика Анатольевна, ресурсоснабжающие организации, запрашиваете о выдаче технических условий, потом садитесь с Марченко и проводите встречную проверку. Это так называется. Вот. Срок месяц. Критерий возможности застройщиков муниципалитет будет определять совместно с краем.